приветствую всех на канале мир евгения меня зовут евгений сегодня мы в луганске продолжается мой отпуск сегодня видите у нас не жарко пасмурно небольшой дождик ветер на бывшей леонтини или хлебном советское время здесь был хлебный магазин сделали опять пешеходный переход правда теперь он тут нужно нажимать кнопочку и он срабатывает тогда вернули его это в принципе хорошо но для машины очень хорошо может и так светофоров много но для людей на самом деле очень хорошо в эту прогулку мы с вами прокатимся по центру посмотрим на результаты ремонта что тут добавилось изменилось поменялось эти уже везде здесь асфальт разметочка фонари лавочки поставили все красиво круто где-то он ведь еще продолжается ремонт что-то тут возле гостиницы проезжаем библиотеку мини-горького провода как видите все поубирали не знаю смотрели прошлое видео или нет поэтому подписчики кто-то спрашивал про троллейбусы и трамвай видимо ничего из этого не будет пока ранее мере ближайшем будущем пошла как видите троллей убрали вот если мы ехали с вами между краснодома нам и молодогвардейском троллей висят то здесь троллей нету здесь тоже видите ремонт наружной у части парка вот здесь вот закончен дождик периодически срывается небольшой но толком дождя сегодня так и не было зато сегодня не жарко сегодня четверг 10 августа завтра уже буду выбираться я в каменск но может еще на следующей неделе большая вероятность что я сюда приеду у меня есть планы завтра утром поснимать но не знаю может сегодня побольше покатаюсь и сделаю несколько видео есть тоже такой план так повернули мы в сторону цирка не доехали мы немножко до донбасса проехали магазин протон да на здесь у нас бассейн 26 школа она против нее тут общежития идут сейчас уже наверное там скорее всего не общежития уже скорее всего жилье просто 26 школа тоже видите покрашенная красивенько цветочки растут скоро уже 1 сентября деткам школу не знаю будет сентябрь жарки в этом году или нет тяжело сказать поживем короче говоря увидим хочу сейчас съездить посмотреть на парк шорса что там происходит там вроде ремонт пошел ну а потом вернемся оттуда ближе к центру заглянем в лксм много грузовых машин шумят но не знаю на открытие парка попаду я или нет потому что я не знаю на несколько дней в какой промежуток я приеду не там надо будет человеком договариваться по времени а может придется позже не знаю так сейчас заглянем кого с вами в цирк уже я мимо проезжал обратил внимание что вроде бы у них висит новая программа поэтому сейчас заедем посмотрим да здесь хотя бы тоже вот вокруг цирка не мешало бы плитку поменять я уже наверно повторяюсь но есть такое у меня пожеланиях да появилась какой-то новая вывеска до этого не было когда я был первой частью отпуска так давайте смотреть что-то цирковой мюзикл на воде одиссея телефоны указаны для справок с 9 до 18 ну я так понимаю что вроде бы работают но расписание здесь нету но вот такая вот сверху вывеска интересная висит но я думаю что работает потихонечку поехали сейчас с вами прокатимся вокруг стадиона авангард ухты гляньте здесь делают спортивную площадку сейчас подъедем поближе посмотрим эти занимаются не только ремонтом дорог а вот и занимается культурно массово и так далее такой всякой деятельностью то есть и для них вот всякие вот эти вот делать эти полезные штуки молодцы молодцы спасибо 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 так но мы едем к авангарду да теперь же наши футбольные клубы правда не знаю что там с командами так далее какие составы будут играть в российском чемпионате но и дай бог наш стадион тоже когда-то увидит наконец футбол у нас стадион конечно не гигантский но по-моему на 30 тысяч не они олимпийские так сказать но тем не менее здесь тоже вам что-то делают на этих полях в общем везде идет ремонт дождик пытается нас напугать но тем не менее вот тоже еще одно поле футбольное но это наверно как запасной типа здесь даже трибуна есть у газончик неплохой следят за ним далеке манеж а у там дома это уже ярмарочная площадь на улице газеты луганская правда на спортивный манеж ну я здесь только ходил когда-то друзьями этот платный бильярд был можно было поиграть за деньги в бильярд но и идет наше стадион видите футбольный клуб заря да несколько дней прям такой хорошие жары было теперь ведь опять такая вот не дает разгуляться лету у нас сколько три часа дня это у меня отпуска вообще у людей рабочие будни поэтому людей не так много ухты ленте их какая здесь вывеска висит федерация авиационных видов спорта донбасс рфс динамо ухты интересно интересно парашют парапланиризм я в модели вот надо дронами учить управлять вообще конечно тема с дронами вообще она перспективно интересная со всех точек зрения но сейчас они такое законодательство сделали что полетать на нем практически невозможно нигде только в зоне своего я не знаю или только можно так полетать чтобы никто тебя не видел я не знаю как вот эти блогеры рыбаки всякие еще там где-то над реками летают и им никто ничего не предъявляет потому что не знаю практически нигде летать нельзя на так бы я был хотел бы я уже говорил одном из видео я хотел бы купить бы ну конечно не мавика какой-нибудь там до полтинника какой-нибудь дрон который бы полчаса летал и 4к снимал с неплохой камерой но это бесперспективно с нынешним законодательством может что-то изменится просто сейчас говорят что нужно чуть ли эти вещи не в школе водить там и так далее там подобное но дело в том что а как их дети будут тренироваться если везде запрет на них ну в общем не знаю вопрос тонкий надо его как-то думать решать так а здесь кафешка раввена неплохая ну правда я здесь был 100 лет назад но эти работает работает и кстати я заметил что за долгое время наконец-то появились и летние площадки потому что последнее время ну открытых летних площадок практически нигде не было кто коронавирус был то плюс здесь комендантский часть ну и соответственно она все вот это как-то одно на другое и накладывалась так стадион авангард центральный вход а вот наши различные спортсмены деятели вот здесь вот изображены уже когда-то я снимал эту вывеску а зимой мы здесь ходили с вами здесь еще елочка красивая стояла псб есть видите тоже еще вот это вот осколков остатки остались еще не дошли сюда руки отремонтировать это все обувная фабрика теперь вместо абсолюта внизу находится матрешка обувная фабрика давно уже не работает единственно там по моему какие-то склады и какие-то небольшие частные производства видела объявления помех обработки но скорее всего них был свой механический участок для оснастки всякой скорее всего что-то из него осталось едем по оборонной пока по тротуару так видите федеральная налоговая служба когда-то здесь давно был укрксимбанк ну здесь давно уже налоговая сначала по моему лн ровская налоговая была но теперь уже налоговая российской федерации бассейн юность ну и плюс спортзал и так далее а вот здесь заезда не сделали да скачу по бордюрам так стать сегодня после станичной поездки проверил перевернул осипед заднее колесо выковырял тоже несколько колючек которые там застряли но они благо колесо не пробили то есть они засели мясе так а вот здесь вот педагогический колледж завязанный на пединститут остановка люди ждут маршрутки и автобусы мичиган за ним кинотеатр хочу здесь сейчас юность во двор заехать а здесь перегороженная не заедешь а можно было по тротуару ну ладно слева пединститут идет сказать на территорию пединститута сейчас уже так не зайдешь там охрана так что хорошо что я там поездил до этого поснимал вот здесь вот есть заезд правда дорога такая страшненькая здесь напоминаю спортзал и бассейн все работает на динамо я так понимаю бассейн так и не работает говорят сейчас хороший аквапарк там где у нас каток пингвин это вот в ту сторону на восток ехать юность видите бассейн вот такая вот красота сейчас наверное много желающих купаться но не знаю если вода хлорированная раньше честно говоря купался мне хлорированного день не нравилось она все поры забивала я больше конечно любил купаться в реке ну и как и все мы а здесь у них получается спортзал находится в спортзал мы тоже ходили здесь и качалка и так и типа как он там для борцовский этот мат большой ну в общем неплохо здесь неплохо раньше было сейчас даже не знаю понятно что все старенькое было но довольно таки сказать приемлемое для эксплуатации по назначению а здесь видите колледж с этой стороны конечно страшненький ему нужен ремонт я уже говорил раньше в видео за время лнр вот это последнее время вот эти все колледжи их пообъединяли под шефство институтов то есть какие-то отдали под маш какие-то отдали под петки какие-то отдали под вот это культуры искусств матусовского до академии я могу путать сейчас название вы не обижайтесь на меня какие-то подсельхоз и так далее то есть они стали с ними связаны они самостоятельные так сказать как они раньше были там всякие экономические там еще какой-нибудь церковь здесь такая вот красивая на территории пединститута хорошая а мы сейчас эти посмотрим какие здесь интересные ворота открыты или нет может это не только на центральном ходе там запрещают вход не знаю вообще интересно потому что тут есть участок такой где пед фактически проходит через живую зону а ведь и закрыта через жилую зону там дома совсем рядом и там был раньше проход свободно но сейчас поедем посмотрим ну только издалека друзья мой пед институт по территории сейчас не попадешь нужен студенческий здесь когда-то бывал я здесь не учился но мы как-то сюда ходили просто нам рассказывали со школы нас приглашали учиться суда ну кто-то из наклассников у меня здесь все-таки учился в основном на инвязи ну а кто-то у нас вообще уехал здесь тоже какой-то ремонт идет эти массово меняют окна деревянные старые на пластиковые а вот здесь вот раньше была дискотека крутая в моем детстве но только футбол со стороны и лапом называлась тут музыка так горхотала ох как же весело было тут людям которые живут рядом а вот кстати да вот этот вот проезд проход интересный вот от которого я вам говорил который выходит туда к домам и туда на улицу вот надо вот эту строительную из москвы не знаю плохо с ним в телеграме нет обратной связи чтобы он вот здесь вот походил бы поснимал и посмотрел бы старые фотографии вот этого фонтана какой здесь был крутой фонтан офигенский просто и вот вот эту бы часть бы парка здесь отремонтировать здесь бы сделать бы офигенный фонтан так сейчас наверно надо выбираться на улицу тут мужик по тротуарам не проедем сейчас поедем на советскую с вами назад в лксм или молодой гвардии но ведь он раньше назывался так кто-то в лксм называет кто-то называет ну по сути он называется с молодой гвардии советское время он был в лксм какой-то интересный разрисованный бмв пьярник гостиница а мы едем прямо не хочу здесь здесь много машин перестраиваться тяжело тетя что-то с собакой застряла посреди дороги выйди здесь уже рельсы убрали ох ветер сильный глаза заслезились надо шлем опустить ниже ну кстати обещали сегодня солнце но солнце так и не вышло весь день пасмурно дождя толком не было но тучи гуляют вокруг луганска целый день так нам зеленый на поворот надо проскочить кукольный театр налоговая украфелико бывший теперь лтк ну здесь такой район услужащих и всяких этих видите здесь много машин ну что тут много много рабочих мест административный так сказать правительственный квартал прокуратура суд ну тоже что-то техника строительная стоит о кстати светофоры не работают почему-то видимо что-то где-то повредили драм-театр машины стоят значит какое-то представление есть но он по идее тоже же должен работать матрешка театральная вот это вот кафе здесь издание его театральным называют он что-то роют уже опять копают в связи с этим видимо связи с этим и не работают светофоры есть у меня такое подозрение область полком слева был о о кстати да выкладывал я телеграме вот эту красивую картину девчонки молодцы нарисовали художницы и собственно о этих девчонках тоже вы выкладывал я информацию в телеграме молодцы красавицы умницы спортсменки комсомолки в общем кстати да кстати кто не подписался подписываемся на телеграм-канал потому что там бывает другая интересная информация там тоже есть чатик правда в чатике не так много людей и чатик доступен только по подаче заявки потому что туда бывает набиваются ну вы понимаете непонятные украинские хейтеры которые просто начинают там срать вот поэтому этого чтобы этого не было я смотрю кто туда подает заявки и так далее всех добавляю ну в принципе мы там бывает переписываемся так бывший ворошилоградский потом медиана ныне абсолют ну вроде бы уже не абсолют но абсолют непонятно вывеска пока он старая какая-то осталась абсолютно центральным ходом убрали старая двадцатая школа так поехали наверное что-то я стою туплю поехали заедем к двадцатке здесь вот рыночек у нас небольшой ну тут сладков торгуют а там внутри уже такой рыночек посерьезней ну а кстати видите еще работает работает ремонт по обуви кстати цены на продукты питания и на товары в луганске дороже но цены на оказание услуг обслуживания дешевле вот так вот особенно вот медицинские услуги вот электросамокатчик дедуля я вот сейчас в отпуске решил подлечиться немножко тоже здесь вот процедуры проходил в два раза дешевле чем в каменске о так двадцатка гляньте что-то тут тоже вокруг нее немножко делают ну а что-то тут видите сделали асфальт новый на входе вроде ничего все по-старому и здесь что-то вот не знаю валяется что-то видимо будут тут в перспективе делать ну вот так в принципе все по-старому двадцаточка какая была такая и есть у меня мама училась в двадцатке но в старой не в этой а здесь у нас тоже парк небольшой аллея памяти чернобыльцам также тут памятник есть милиционерам погибшим во время великой отечественной войны вот это памятник милиционерам а вот тут вот дальше фамилии погибших при ликвидации чернобыльской катастрофы из луганской области и из луганска есть тоже у меня видео я прям таблички каждую снимал ходил на канале кому интересно так ой а вот здесь вот нехорошо здесь ступеньки будем спешиваться здесь тоже у нас институт полиция дом техники бывший а сейчас он там какой-то культуры или еще что-то он одно время являлся частью института вот этого академии искусств но потом его выделили в какое-то отдельное подразделение сейчас пойдем прочитаем ну короче очень много здесь машин стоит тоже много людей здесь работает ну кстати видите до сих пор следы он от осколков в стене дома есть на то там бывают спрашивают вот там следы о кстати интересно сейчас внизу заглянем уже съездим я что-то надо было в лксм сначала заехать я сюда поперся сразу наверное сейчас в лксм все-таки вернемся а потом вниз поедем или нет или это не знаю не точно так скульптуры здесь вот такие красивые дом техники муп 1955 год видите крески какие-то таблички слушайте ну красиво строили что уж сказать классно 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 ой без очков ничего не вижу государственное учреждение культуры луганские республиканские луганские академия имени не все-таки к академии он относится значит переиграли видимо переиграли видимо все-таки будет корпус он академии матусовского ну здесь в парке все по-старому в принципе видите фонтанчики видно или нет фонтанчики вон водичка есть ну и вдалеке видит камбр от виднется и вон синий корпус 7 больницы сейчас в одно место прокатимся посмотрим не вот просто интересно так ну вот видите тоже вот это академия имени матусовского тоже ее часть да хочу посмотреть там разрушенное здание было начали там что то делать или нет вот фонтанчик наверно выходные дни скорее всего включают его и водичка бежит но сейчас никого нету ну уж еще рабочий день люди работают ну а студенты еще студенты еще не наехали спускаемся вниз а ресторан голена но он уже давно что-то не работает я не знаю появилось что-то в нем или нет здесь тоже видите он памятник герой советского союза стоит и цветочки или также напал не Everywhere вы Хочу посмотреть, изменилось что-то или нет. Вот тут вроде начинали что-то ремонтировать. Здесь разбитый магазин был в ужасном состоянии. Ну да, друзья мои, да. Начали мусор что-то тут собирать, видите? Стеклик что-то начали. Что-то здесь будут делать. Потому что здесь вот оно все 8 лет простояло полностью разбитое. Хотя такое хорошее место и такое большое помещение, большой объем, что не может не радовать. А дальше здесь у нас там юношеская библиотека идет и всякие магазинчики. Ну а мы будем сейчас... Вот, кстати, провод идет, строители, чтобы ремонтировали. В общем, отлично, я рад. А мы сейчас будем назад возвращаться в ЛКСМ. А потом поедем с вами, наверное, на эстакаду посмотрим. А вот здесь справа когда-то давно был неплохой компьютерный клуб. Помню, мы ходили сюда играть. Да, часть моего детства прошла в компьютерных клубах. Компьютера тогда не было у меня. Компьютеры были дорогие. Компьютеры я уже купил, когда пошел учиться в институт. Вернее, уже даже когда учился, пошел работать. Работал в охране на заводе счетчных аккумуляторов и заработал себе на первый компьютер. Ну, дальше уже легче было. После института пошел работать, там уже заработал, докупил. А так, да, сейчас компьютерных клубов практически не осталось. А мы с вами выезжаем, вот, видите, к телезионной вышке и к парку. Сейчас где-нибудь остановимся, посмотрим. Там, может, сейчас во дворы заедем. Может, с дворов там что-то видно будет, потому что там расчистили полностью. Вообще, видео я отсюда видел. Как-то люди ходили здесь, фотографировали, снимали. Ну, да, да, еще пока идет стройка и ремонт. Вовнутрь пока не зайдешь. Не знаю, успеют ли они до 15-го или нет. Ну, по идее, должны они успеть до 15-го. Здесь когда-то давно-давно в воздухе висел светофор. Но я смотрю, что сейчас его нет. Здесь и камера где-то висела. Так, ну, ВЛКСМ пока, видите, закрыт. Закрыт, но уже, видите, по крайней мере, убрали вот эти вот щиты. Что-то видно. Здесь вот асфальт положили снаружи. Внутри, наверное, тоже где-то плиточка, где-то асфальт. Много-много строительной техники стоит. Потому что, ну, ремонт-то еще продолжается, собственно говоря. А ну-ка, ворота раскрыты. Что тут видно? Ой, я не знаю, как они 15-го собрались его открывать. Тут еще работы. Ого-го, я понимаю, что до 15-го еще 5 дней. Ну, не знаю, это доработать днем и ночью, чтобы его открыть. Не знаю, по-моему, кто-то погорячился. Может, его как-то частями буду открывать, не знаю. Ну, мы сейчас там еще на тротуар заедем и через сетку сверху поснимаем. Ну, как здесь хорошо. Низкий этот и прыгать не надо. Вообще, по этой плитке велосипед классно едет. Газончик стригут. Центральный, гостиница советская, сити-центр. Так, сейчас сделаем остановку. Посмотрим. В общем, ну, вот так вот выглядит сейчас парк. Ну, здесь, конечно, более-менее он готов. Но там я смотрю, что в середине, не знаю, может, за 5 дней не успею. Ну, разовор был о 15-м, не знаю. В общем, поживем, увидим. Ну, кстати, солнышко вышло из-за тучек. Арктика бывшая. О, видите, какие столбы красивые. И проводов нигде нету. И везде низенькие вот эти вот съезды. Классно вообще на велике ехать. Не надо по бордюрам скакать. Что у нас здесь видно? Асфальт, асфальтные дорожки, да? Газон новый везде посадили. Лавочки новые. Новые фонари светодиодные интересные. Какие-то тоже кое-где аттракционы, площадки. Здесь вот еще ограждения будут где-то ставить, доделывать, я смотрю. Так, что там? Спортивные какие-то тренажеры такие. Причем качалка с гирями всякими и с этими, видите, с грузами. Дальше всякие турники и так далее. Ну, в общем, так масштабненько, масштабненько. Ну, единственное, конечно, не знаю, до 15-го успеют или нет. Ну, парк получается, друзья, просто суперский. Вообще огонь. Спасибо за парк. Проедемся через дворик. Ну, двор, я так понимаю, тоже здесь, наверное, будут что-то переделать. Я уже смотрю, что здесь перерыли. Здесь же, кстати, трубы отопления шли сверху долгое время. Вот тут вот прям сверху шли. Просто ужасно было. Что-то здесь пока, видите, свалка небольшая образовалась. Я помню, я первый раз здесь, на этих вот трубах, как раз вырывал дневника, страницу. Ай, на стекловате. О, видите, какая классная спортивная площадка. Вот тут раньше был самолет когда-то с аттракционами. Вот. И, короче, штаны потом можно было выкинуть, потому что это стекловато. Короче, они кололись, песец. Это был не урок. В общем, здесь тоже, я смотрю, наводят порядок, разгребают вот это все вокруг. То есть, будет здесь красиво. Ну, не знаю, до 15-го непонятно, успеют или нет. В общем, по-живому видим. Если я все-таки на следующей неделе приеду, то постараюсь так, чтобы на 15-е число как-то попасть. Не знаю. Посмотрим. Не будем загадывать. А может, позже приеду, тогда точно. Надо будет посмотреть еще раз в интернете, проверить дату все-таки. Может, там что-то. Я путаю. Вот здесь улочки хорошие, такие узенькие, тихие, спокойные. Да. Движемся с вами на эстакаду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, здесь такие бордюры. Здесь, конечно, Шанхай настроили в свои времена. Так, едем к Ворошилову и на эстакаду. О, как раз зеленый свет. Движемся с самокатом. Красавчик. Так, красный свет. Ждем. Ну, кстати, вот солнышко чуть вышло и сразу прям так тепло стало. Так, справа у нас... МЖК, Ворошилов, фирменный магазин Луганова, горы с полком, Ворошилоград, уголь бывший, слава шахтерскому труду. По очереди что-то люди стоят за чем-то. Музучилище бывшее. Ну, оно тоже теперь к Матусовскому относится. Ну, и тридцатка там вдалеке. Тридцатку сегодня я не заехал. Ну, тридцатки много было раньше. О, кстати, гляньте, сейчас остановочку сделаю. Возле гора с полкома красивые цветочки и... Видите, фонтанчик работает. Там, кстати, и плитку поменяли, тоже подремонтировали здесь. Так, ну что, едем на эстакаду. Эстакада, конечно, была тут в последнее время. Она ушатанная. Ну, сверху здесь асфальт, видимо, до этого как-то делали. Видите, он более-менее нормальный. А вот шоу внизу, сейчас посмотрим с вами. Ух, да уж что-о-о! Ваш шпек расшива классно. Гляньте, новый асфальт. Гляньте, какая красавица. Овчарка бегает. Что, сама что ли, или хозяин где-то бегает с ней? Побежала куда-то вниз сама по себе. Будем спускаться вниз, смотреть. Гляньте, тут и тротуар делают какой-то интересный. Гляньте, едет. А, гребет это он, гребет. С тротуара гребет старый асфальт. Много-много строительной техники. Так. Фонари уже повесили светодиодные. Новые. Тоненькие, плоские. Но, эти сами стойки, по-моему, старые. Но, это не точно. Ой, молодцы. Ой, молодцы. Мне многие говорят, блин, вот это надо было делать в 15-16 году. Я говорю, да, надо было. Но, тогда планы были другие. Тогда бы по-другому это все смотрелось. Ну, видите, вот так вот оно. Но, лучше поздно, чем никогда. Здесь уже, гляньте, и новый асфальт. О, какой красивый новый асфальт. Черный. О, тротуарный. Он такой меленький. Класс вообще. А, она, наверное, овчарка с бабушкой бежит. Это ваша красотка бежит. А я смотрю, что она как-то, это, красивая собака. Да, с бабулечкой овчарка бежит. Смотрит за бабушкой, за велосипедом, не отстает. Ну, а здесь ремонт большой. Видите, большой, красивый ремонт. Начинают колесам, правда, прилипать. Вот эта вот липкая хреновина. А, здесь, видите, на другой стороне сейчас ремонтируют стык. Поэтому, ой, блин. А, там вообще не проедешь. Там все подкрыто. Короче, там все ремонтируют. Видите, они стыки ремонтируют. Вот эти вот перекрывают заново. Бетонируют, там проверяют, наверное, сварку стыков и так далее. Снизу вон тоже. Гляньте, сколько строительной техники стоит. Видите, сколько стоит и катков и так далее. Здесь вокруг ее сейчас тоже полностью все. Сейчас вокруг ее тоже тут полностью. Сейчас все асфальтируют. Ремонтируют. То есть и вокруг дорогу. Ну, мы сейчас с вами посмотрим. Вниз еще спустимся. Сейчас сверху прокатимся. О, АЧП круто! Круто, товарищи, круто! Вот здесь, здесь заезды. А здесь заездов нету. Опа! Так, тормозим. Снимаем камеру. Ну, видите, и вокруг там внизу что-то делают, ремонтируют прям по полной. Видите, сколько стройматериала лежит. Ё-моё! А вот здесь будет молодежный центр. Вот вспомните, раньше я его снимал, какой он был. Там одни, ну, были железобетонные пол, да, эти колонны были. И сейчас, гляньте, как он красиво преобразуется. Красота! Да, и здесь, вот видите, саму тоже остановку зачистили от ларьков, моряков. Поубирали в Шанхай. И асфальт, по-моему, тоже перестелили внизу. Ну, короче, да, тоже так красиво. Осталось только поезда пустить в Москву, Санкт-Петербург, да, чтобы поезда ходили. Ростов, ну, хотя бы Москва, Ростов, ну, тут хотя бы поблизости куда-то. Краснодарский край, там, Крым, вот такое. Ну, будем ждать. Ну, а так тут, в принципе, все по-старому. ЖД-вокзал стоит, гостиница стоит. Ну, автобусы отсюда как и шли, так и идут. Ну, разве что вот эстакаду приводят в порядок. Видите, здесь еще, кстати, старые фонари, большие ДРЛ-ки стоят. А там уже сверху новые светодиодные. Ну, я думаю, что их везде здесь поменяют со временем. Ну, давайте сейчас еще вниз спустимся, посмотрим, что там происходит. Да, по такому вот гладенькому асфальту вообще так классно едет. Не сравнится с вот тем асфальтом, который на дороге укладывают. Здесь вообще, конечно, он идеальный. Видите, много людей. Много людей, автобусы вот стоят. На Утугина, Радакова, Краснодон, Изварина. А вот здесь кто-то, тут много прям людей стоит. Не знаю, то ли на Изварина много стоит, то ли вот отсюда идут автобусы на счастье туда, на то направление. Ну, тяжело сказать. Так, ну а мы будем спускаться вниз. Пойдем вниз. Видите, здесь сверху более крупный асфальт лежит. Ну, тоже вполне хороший. Здесь-то последнее время яма на яме были. Да его вот как при Данилове, предателе нынешнем, который забыл свою родину и свой род, да? При нем или чуть позже, я не помню, как вот ее сделали эстакаду. Не, ну ее начали строить еще в советское время. Сюда в советское время хотели по эстакаде запустить троллейбусы. Ну, сейчас уже и троллейбусов нету. Ну, а потом этот проект, соответственно, конечно же, заморозили. Потому что Советский Союз развалился. И потом он при Украине худо-бедно как-то был достроен. Ну, тут, по-моему, у него какие-то все-таки ограничения были по массе. То есть сюда что-то большое, тяжелое нельзя было заезжать. А в последнее время они вообще даже здесь запретили, кроме автобусов, вообще заезд поверху обычного транспорта легкового. Да, вокруг идет вот ремонт. Правда, здесь такая своеобразная развязка-развилка. Тут без бутылки, короче, не разберешься, куда ехать. Тут столько этих дорог вокруг. Одна влево, одна направо, одна, чтобы выехать вниз, другая, чтобы выехать вверх. Да, вокруг, в общем, тоже тут идет полный ремонт. И вокруг и землю обрабатывают. Я так думаю, что, скорее всего, приведут вот это все в порядок. Тоже здесь будут газончики, цветочки, тротуарчики. Вон, гляньте, какие бетонные прямо кладут бордюры. Гляньте. И вот это все будут асфальтировать. Это все будут полностью асфальтировать. Сейчас остановимся. Ну, вот видите, какие будут интересные. Потом это будут все асфальтировать. Ну, сначала щебенку там, песок засыпет и так далее. Ну, а там будут везде газоны. Ух, какой бортовой скамоукамазик классный. Я вот такие одно время занимался в Дзержинске под Нижним Новгородом, работал годик согласований, рисовал схемы. Там тоже всякую оснастку. Ну, занимались мы производством вот такого оборудования различного, эвакуаторов и так далее. Есть у меня такой небольшой опыт. Работа интересна была, кстати. Жалко, тогда камеры не было, блин. Столько можно было попоснимать в Дзержинске, в Нижнем Новгороде. Да, была у меня, кстати, мечта еще давно когда-то камеру купить. Рыбалку там еще что-то снимать. Но я что-то не решился. А зря. Сейчас бы был, может быть, известным блогером бы, а не каким-то заурядным конструктором. Ну, остановка, остановка автобусная. Ну, так как поезда сейчас не так уж интенсивно ходят, соответственно, здесь, конечно, трафик не такой. Ну, единственное, что на автобусы, конечно, сюда люди приезжают. В общем, вот такая вот тут работа большая кипит, такая вот красота. О, видите, сколько здесь рабочих. Работа кипит прямо. Гляньте, какие катальпы они красивые привезли, будут катальпы садить. В общем, круть. И тем временем погода стала более-менее налаживаться. Ну, завтра все равно обещают дождик. Вон, гляньте, китайская стена отсюда как. Хорошо видна и вышка. И эстакада. Вот такое вот сегодня получилось путешествие по Ленинскому району. Проехали, посмотрели тут. Проинспектировали стройки. В общем, работа кипит, работы много, молодцы, все красавцы, орлы. Вот так держать. Ну, а вам, друзья, пишите комментарии, ставьте лайки. Делитесь моим видео обязательно. Ну, подписываемся на канал, кто еще не подписался. Обязательно пишите комментарии. Всем постараюсь ответить, если, ну, какие-то интересные вопросы будут или пожелания. Ну, а так всем, как всегда, крепкого здоровья. До новых встреч, друзья. Пока-пока.